Культфьюжн 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 Я помню чудное мгновенье Передо мной я на милости Как мимолетное виденье Как гений чистой красоты Как было отмечено, на мероприятии собрались друзья и партнеры журнала «Реноме». И одним из сюрпризов стало выступление гостей на вечере, подарившее наслаждение всем присутствующим. И уж давно Хризантемы в саду Но любовь Все живет В моем сердце Война Конечно же, мы тоже окунулись в мир русского романса, насладились вечером и получили массу приятных впечатлений. По традиции о творческой жизни киноконцертного зала «Панорама» расскажет арт-директор Светлана Шепет. Добрый день, дорогие друзья! С 1 сентября 2021 года начал работать новый, я бы так сказала, инструмент борьбы с бескультурием и необразованностью. Так называемая «Пушкинская карта». Речь идет о средствах, которые государство планирует потратить на каждого молодого человека нашей страны в возрасте от 14 до 22 лет. Проект, безусловно, интересный и хотелось бы сегодня услышать мнение председателя общественной палаты города Твери Вадима Борисовича Рыбачука. Здравствуйте, Вадим Борисович. Здравствуйте, Светлана Анатольевна. Здравствуйте, коллеги. Конечно, все, что касается культуры, особенно культуры для нашей молодежи, для подрастающего поколения, это принципиально важный момент. Не только в плане воспитания этих молодых людей, но и вообще повышения общего культурного уровня всех наших граждан. Потому что, как обычно мы говорим, через молодежь можно донести какие-то идеи, в том числе и до их родителей. И дети, которые сходят в театр, в музей и потом расскажут это своим родителям, бабушкам и дедушкам, они сделают великое дело. Они приобщат к культуре, в том числе и свой круг семьи. Пушкинская карта – это вообще отличный инструмент, которым надо пользоваться, о котором надо говорить, который надо популяризировать и который должен работать на будущее поколение. 14 лет – это же самый интересный возраст, проблемный возраст. И очень много будет зависеть от того, в какие музеи пойдет молодой человек, на какой спектакль он пойдет, что он там увидит и захочет ли он вообще идти на спектакль. Пушкинская карта решает материальную проблему для подростков вообще-то. С 14 до 22 лет человек не располагает большими деньгами. А некоторые вообще не располагают никакими деньгами. Поэтому вся материальная сторона вопроса ложится на плечи их родителей и тех же самых бабушек и дедушек. Здесь же Владимир Владимирович Путин выдал мегаидею, когда каждый школьник может получить на свою карту в этом году 3 тысячи рублей, в следующем году 5 тысяч рублей и потратить их на культурное свое образование. Потратить их, сходив в театр, сходив в музей, сходив в выставочный зал, один, с друзьями, со школой, с одноклассниками, с учителем, по программе, без программы. Я имею в виду школьную программу. И все это дает ему эта самая пушкинская карта, которую он может совершенно спокойно оформить на сайте госуслуги. Причем может сделать ее виртуальной картой, может сделать ее картой пластиковой и использовать для своего образования. Это интересно и школьникам, это интересно и студентам колледжа, это интересно и студентам высших учебных заведений. Если бы в наше время, когда мы были школьниками и студентами, нам сказали, ребята, вот, пожалуйста, вам бесплатно ходите в любые практически культурные заведения. Для примера, в Твери это Тверообластная картинная галерея, театр юного зрителя, киноконцертный зал «Панорама», драматические театры, городской музейно-выставочный центр и так далее, и так далее, и так далее. То есть выбор очень большой. И это позволит в том числе не только расширить кругозор наших детей, но и в какой-то степени отвлечь их от компьютера, социализировать их, позволить им общаться друг с другом, позволить увидеть мир с другой стороны. Потому что картинка-то, она не только в компьютерной игре, а еще и в театре, еще и в выставочный зал. Пусть они увидят, что есть другая интересная сторона искусства, культуры, и поэтому я считаю, что нельзя этот шанс нам упустить. Сегодня, к сожалению, ситуация, возьмем город Тверь, который нас всегда больше всего волнует, она не очень позитивно складывается. У нас всего лишь 10 или 11% учеников и студентов, нет, про учеников будем сначала говорить, они оформили эту пушкинскую карту. Но это категорически мало. Тем более, что год практически заканчивается, и у нас осталось полтора месяца для того, чтобы и карту выпустить, хотя это, как я сказал, очень быстро, и использовать те средства, которые у тебя есть на карте. Три тысячи, конечно, потратить можно достаточно быстро, но позитив в том, что ты можешь сегодня, оформив пушкинскую карту, зарезервировать и оплатить этой карте себе билеты и на ноябрь, и на декабрь, и на январь, и на февраль следующего года. То есть ты у себя культурную программу можешь и на праздники составить. Мне кажется, классный вариант, но здесь вопрос не только в школьниках, вопрос и в их родителях, вопрос и в педагогах наших школ, колледжей и высших учебных заведений, которые должны рассказать им об этом, должны мотивировать их на то, чтобы ребята оформили эту пушкинскую карту и активно использовали ее. Давайте посмотрим, ведь совершенно нормальная идея сделать так называемый культпоход в театр, на концерт, в музей. Это же здорово, и, конечно, здесь многое зависит от организационных способностей наших педагогов и, может быть, самих ребят, среди которых есть такие лидеры, они всегда же бывают, которые организуют эти мероприятия для своих друзей и подруг. Надеюсь, что мы все-таки получим интересный ответ от ребят в плане активизации выпуска этих карт и посещения наших культурных заведений. Конечно, можно прежде всего говорить о тверских культурных заведениях, потому что это просто, ты живешь в этом городе, ты купил билет, пошел и посмотрел, что тебе нравится. Хотя эту пушкинскую карту можно использовать на территории всей Российской Федерации. Если вы куда-то поедете в каникулы, там можно это делать. Если вы хотите съездить в Москву, то точно так же вы можете оплатить свою культурную поездку за счет пушкинской карты. И еще раз хочу сказать, что в следующем году это 5000 рублей. Это тоже хорошее подспорье для того, чтобы ребята могли повысить свой культурный уровень. И я уверена, что мы здесь, взрослые, должны где-то объединиться и помочь нашим детям, помочь в том, чтобы вот этот проект стал между сверстниками модным. Чтобы было модно посещать учреждения культуры и искусства. Чтобы было модно думать о том, насколько ты умный, насколько ты грамотный, насколько ты образованный человек. Это ведь очень во многом зависит от нас, взрослых. И учреждения, которые входят в эту программу, тоже очень просто найти. Заходим на сайт ProCulture.RF. Там весь перечень изложен учреждений, которые работают по этой программе. Ну и хочу, естественно, сказать, что киноконцертный зал «Панорама» входит в эту программу. Мы рады видеть вас, дорогие наши ребята, на наших мероприятиях. Я хочу напомнить, с нами сегодня был председатель общественной палаты города Твери, Рыбачук Вадим Борисович. Спасибо большое, Вадим Борисович, что вы нашли время и уделили нам свое внимание. Спасибо. Спасибо, Светлана Анатольевна. Очень приятно пообщаться. Также в киноконцертном зале «Панорама» можно посмотреть исторический фильм «Последняя дуэль». Нормандский рыцарь Жан де Каруш по возвращению с войны узнает, что его сосед и соперник Жак Легри оскорбил его жену. Однако у Легри обнаружились сильные союзники. Словам, женщины никто не верит, и Каруш обращается за помощью лично к королю Франции Карлу VI. Заслушав все свидетельства, король постановил, что конфликт должен быть разрешен в честном поединке. От исхода битвы зависит судьба не только Легри и Каруша, но и жены последнего. В случае поражения мужа ее должны сжечь на костре заложенные обвинения. Итак, исторический фильм «Последняя дуэль». Также в киноконцертном зале можно посмотреть боевик «Вечные». Это научная фантастика, фэнтези. Вечные представители расы генетически улучшенных суперлюдей, тайно живущих на Земле. Они появились на свет 5 миллионов лет назад. Наделенные невероятными суперспособностями на протяжении тысячелетий, они скрывались от человеческой цивилизации, втайне защищая людей. Однако последние события и действия заставили их выйти на свет. Итак, киноконцертный зал «Панорама», боевик «Вечные». С вами была программа «Культфьюжн» и я, Анна Акуджава. Оставайтесь с нами и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова